Коврик для ванной, бледно-розовый, на резиновой основе, очень мягкий и пушистый, высокий борс, вот столько, наверное, высота, 60 на 90, 100% полиэстер и основание полипропилен, 1700 стоит название, смотрите. Есть эти коврики в черном цвете, такой черный, не черный, графит, 1865 на 100, тоже очень мягкий, на резиновой основе, есть для туалета коврик, 1000 рублей, 55 на 60, есть в сером цвете, серый-бежевый такой, белый цвет есть, 1000 рублей для туалета, 1700. Для ванной, 65 на 100, и есть еще синий цвет, синий новинка, 1700. Бюджетный вариант, 150 рублей, коврик для ванной, тоже на резиновой основе, тут без ворса, просто петелька такая, 40 на 60, универсален, легко впишется в ванную, комнату любого стиля. Так, можно ли его стирать, интересно, не написано, на этикетке, да, есть стирка при 40 градусах, тоненькие, хорошие. Здесь в продаже коврики с пальчиками, как фикс-прайс, типа, продаются, 600 рублей, 50 на 80. Здесь даже не на резиновой основе, то есть он будет елозить, тут не прорезинен. Гибкие тазы прямоугольные, 35 литров, 700 рублей, они прям мягкие такие, гибкие. Вот они. Корзины, вот эти вот с перфорацией, 300 рублей, розовые, смотрите, как хорошо разобрали. Тоже они мягкие, гибкие, все на них смотрю. Так, стоит она 300 рублей, называется слип. Можно даже в лес ходить за грибами, ну и для белья, для игрушек использовать. Покажу корзины для белья. Мешок для белья на 100 литров, плотная ткань, 2000, полосатый на 60 литров, 700 рублей. Можно для игрушек, не только для белья. Дальше самое дешевое, 300 рублей, 70 литров на подставке, на металлической. Он складной, его можно убрать. 79 литров, 1000 рублей, складывается тоже. Такой 1300 на 90 литров, тоже, наверное, складывается. Тут плетеный, такой, как корзинка, 4500, 50 литров, ручная работа, это бамбук. В основании квадрат, сверху круглая корзина с ручками. Вот так вот крышка выглядит с отверстием, удобно будет закидывать. И в комплекте тут идет мешок, еще вставляется внутрь. Ешелка с крючками, сделана из стали. Высота 29, диаметр 19, 600 рублей стоит. Халаты, друзья, были в таком цвете, что-то мне кажется не было. 2500, махровый халат. Смотрите название, размер LXL, сиреневый, стопроцентный хлопок. Махровая ткань, темно-сиреневый цвет. Также есть вафельные, махровые, белые, 2300. Круссо называется, сиреневый, 2500 и 2500 белый. Хороший, приятный на ощупь. По зажимам, это новинка, называется Scrooge 1300. Смотрите, где кнопочка сделана. Какая там лампочка, просили меня показывать. Цоколь называть. К ней вот такой вот светодиод. Стоит он, светодиод такой, 300 рублей. Смотрите его характеристики. Лампочка классная, такая черная, металлическая, матовая. Вот такие бра можно установить. Сколо зеркал в ванной. Или там, где вы краситесь, где косметика. 1300 стоит бра хромированный. Тут 5 лампочек. Установив светильники с двух сторон от зеркала, вы получите отличное освещение без бликов. Можно горизонтально или вертикально повесить. Светодиоды Е14. Так, длина не указана. И второй вариант. Тут побольше лампочки. 3000 стоит. Как всегда, рядом стоят лампочки, которые подходят. Вот эти маленькие, по 79 рублей светодиоды. Это вот к верхнему варианту. Нижние тут побольше лампочки. Вот такие подойдут. Да? 300 рублей стоят. Светильники. Это новинка. Начнем с этого. 10 тысяч стоит. Смотрите, тут 3 шарика получается. Вот название. Стекло. Молочное стекло хромированный. Высота светильника 158. Диаметр основания 30. Лампочки продаются отдельно. Е14. Соколь у них подходит. А рядом тоже новинка 135 сантиметров. 8500 стоит. Смотрите, название. Вот так вот работает включатель. Массивные такие светильники. Следующий 8500. Никелированный белый. 150 сантиметров. Тоже такое массивное металлическое основание. И интересные формы абажур. Плоский, овальный. Здесь подходит Е27 цоколь. И в этой тоже Е27. В крайней Е14. Светильник напольный. Для чтения. Тоже скруп. 5500 стоит. Регулируется штатив. То есть можно на разную высоту. Разную направленность освещения сделать. Для чтения удобно использовать. Абажур сталь. В общем, металлический. И здесь такой же светодиод. Как и в лампочке, которая на прищепке. Видите, какой тут механизм интересный. То есть здесь откручивается. Длину, высоту можно регулировать. Эту часть тоже вверх-вниз. Розовый стенд сделали. Новая серия для хранения. Смотрите, коробки для обуви. Вот так вот называется. Две штуки 1000 рублей. Побольше размер. 34 на 51 на 19. 1300. Плотная. Там каркас идет металлический явно. Крышка на молнии. Плотная ткань. Здесь для обуви окошко открывается. Вот так вот на липучке. Сейчас посмотрим, что еще в этой серии есть. 1300 ткань в полоску. Эта коробка идеально подходит для гардеробов. Пакс. Но, конечно, ее можно использовать где угодно. И вешалку. Можно купить 1300. Это чусик. 78 сантиметров белый. Вот так выглядит, как веточка дерева. Вот в сложенном виде продаются. 1734-51-28. Хороший. Тут еще дно жесткое. Сейчас посмотрим состав. Основа полиэстер. Вставка полиприпеллен. Тесьма полиэстер. Пластик и полиэстер. Каркас какой-то на дне. Наверное, пластмассовый. И вот так вот идет пластмассовый контур. Чтобы форму держал. 1700. Есть еще вот такой. Смотрите, сбоку открывать можно его. И сверху. Этот стоит 1700. 34-51-28. Даже если вы поставите несколько коробок одну на другую, они сохранят форму благодаря прочному каркасу. 1700. В этой серии есть, конечно, большие чехлы. 2500 стоит. 69 на 51. И высота 19. Сверху на молнии. Он даже непромокаемый, по-моему. Там пропитка такая есть. Есть ручка, чтобы вытаскивать из-под кровати. И каркас тоже есть. Вот они плоские продаются. Размер поменьше чуть-чуть. 2000. 44-51-19. 1300 вот такой. Я вам показывала. 34-51-19. Классный. То есть вот он форму держит. Видите? Можно вот так вот поставить. В дне пластмассовая основа. Поэтому он такой прочный. Есть вот такие сумки недорогие. 139 рублей. 55 на 49 на 19. Полиэтилен. Сверху на молнии. Тоже для одежды несезонной. Для постельного белья. Очень удобно. Сама такими пользуюсь. И недорого. Смотрите, как тут все организовано. Все в этих системах хранения. Все в сумках. В коробках. Это металлостекло. 600 рублей. Высота 21 сантиметр. Фонарь за цинковки. 29 сантиметров. 900 рублей. Высокий. Есть розовый. 400 рублей. 22 сантиметра. Тоже стекло и металл. Друзья, посмотрите, какая новинка. Это магнолия. 400 рублей. Искусственные цветы. Ничего не имею против искусственных цветов. Посмотрите, какие классные. Большие. Правда, похожи на магнолию. Но, мне кажется, еще бы пару листиков хотя бы добавили. Листики у них же тоже классные. У этих магнолий. Смотрите, как красиво смотрятся. Кстати, там какие-то побольше. Значит, они еще бывают. В другом варианте. Здесь небольшие цветочки. Смотрите, там еще с розовыми бутонами. Сейчас пойду искать. Две светодиодные свечки. Стоит 700 рублей. На батарейках цвет розовый и серый. Еще вот такие розочки. Тоже новинка. 250 рублей. 46 сантиметров. Смотрите, тут сколько бутончиков. Открытые, закрытые. Красиво смотрятся. Несколько, конечно, надо брать, чтобы было прямо как букет. Вот три штуки, например. Очень так натурально выглядят. 250 рублей. Смика тоже это. Ваза стоит 1000 рублей. 22 сантиметра. Смотрите название. Это каменная керамика. Зеленые стеклянные вазы. 1300. 19 сантиметров. Стекло такое с пузырьками. Красивый цвет. А вот они, вот эти большущие магнолии. Так, сколько они стоят, найду. Они, наверное, были всегда в продаже. Вот так выглядят. Смотрите, длинные стебли. Несколько цветов. Закрытые бутончики есть. Такая ветка 700 рублей стоит. Есть вишня. Есть георгин. 350 рублей. Букетики есть вот эти по 500 рублей. Сделались новые настенные часы. Вот такие красные. С белыми стрелками, белыми цифрами. Диаметр 28 сантиметров. 600 рублей стоит. Четкие крупные цифры. Прекрасно видно. Никакого раздражающего тика. У них тихие механизмы. Вот такие 600 рублей. Вот эти вот тоже новинка 500 рублей. Цифры перфорированные. Деревянные 2000. Такие оранжевые 700 рублей. Друзья, смотрите, что появилось. Какая декоративная тепличка. 24 сантиметра. 24 сантиметра. Металл и стекло похожи на фонарик. Так вот сверху открываются. Название, смотрите. И есть черные теплицы. По 1000 рублей. 34 сантиметра. Они без стекла. Просто вот такой вот каркас. Эти 1300. Эти 1000. Эти 1000. Эти 1000. Субтитры сделал DimaTorzok